Всем привет! Мы находимся в ДК «Химволокно». Здесь сегодня пройдет детский и юношеский фестиваль авторской песни. Фестивальчик, встрепенился апрель, увези меня, трамвальчик, за тридевять земель. Там живут в ладони стрекозы из волшебного ларца, и коленки, и занозы, и ремень отца. Там юлой кружит в прихожей, не посяда барабос, он поймать никак. Анатолий, каково это ездить по разным городам, выступать с песнями, как реагирует публика на вас? По-разному. Публика, которая не готова к песням со смыслом, так назовем этот жанр, да, условно, она воспринимает прохладно. Люди, которым нужно слово и мысль, воспринимают эту музыку очень-очень хорошо, очень здорово. И обычно на эти концерты приходит та публика, которая уже знает, редко попадается тот, кто не понимает, куда идет. Как правило, приходит публика, которая подготовлена. А отсюда концерты, получается, как правило, всегда живые, теплые и такие. Нет такого ажиотажа какого-то там, вау, да? Но зато есть какая-то приятная, добрая, теплая атмосфера. А если мы зажигаем, то мы зажигаем в такой особой, несколько такой форме, ну такой вот, скажем, на грани фола, но никогда не переходя каких-то от таких вот границ каких-то. Один волшебник сидел и скучал, здесь были чудес на своем чердаке. И в одном из волшебных своих зеркал он увидел историю о чудаке. И долго не мог ничего понять, чесал в затылке и пил коньяк. Хотелось ему чудака занять, и волшебник вдруг понял, как. Вечность ничего не стоит, если эти двое по одному. Небо было бы довольно, если бы эти двое сняли луну. И он оказался напротив окна, у которого молча сидела она. И в руках у него серебрилась луна. И она поняла, что уже не одна. Они долго обнявшись стояли внизу. И плакали, глядя на лунный свет. И волшебник вдруг тоже смахнул слезу. Как хороший ее сосед. А как вам наш конкурс? Были открытия. Некоторых ребят я наблюдаю уже несколько лет. Я вижу их динамики. Это очень здорово, потому что когда ты видел совсем слабое что-то, только зарождавшееся, то сейчас это окрепло. Это превратилось уже в такую, апрелло форму и некую плотность. И музыкальную, и исполнительскую. Это здорово. Мне поразила девочка, ставшая лауреатом прошлого года. Я сейчас не помню ее фамилию. Она спела на открытии фестиваля, открывая программу. Спела свою песню. Это потрясающий просто человек. Это потрясающий уровень. Это очень высокий уровень. Лауреат очень хороший. И в целом так достаточно крепко. И как ни странно, детские конкурсы, они сильнее, чем взрослые. А чем они сильнее? Энергетикой, может быть? Видимо, все-таки в детском дошкольном образовании те ребята, которые попадают в эту систему, с ними занимаются. Им прививают вкус. Им прививают какие-то ориентиры. И они выходят уже с какой-то подготовкой. На взрослых конкурсах бывает очень-очень... Здесь тоже приходили какие-то люди около, да? Ну, понятно. Но тем не менее, тем не менее, увидев то, что делают дети, которые в правильном направлении двигаются, эти тоже будут подсадиваться. На взрослых фестивалях слабее уровень, скажем, вот лауреатский. Послабее. Я не беру крупные фестивали, грушинские там, да, где уже там цвет. А вот фестивали вот такого уровня. Поэтому здесь, здесь очень все прилично. Очень хороший звук, изумительный зал. То есть очень теплая атмосфера. Все замечательно. Я Анатолий Шемберк, специальная для live2.ru